Администрация города призывает кировчан больше жаловаться на управляющие компании, которые вовремя не чистят дворы и крыши. Специально для этого в единой диспетчерской службе организовали отдельную горячую линию. Подробности в рубрике короткой строкой. В Кирове начала работу горячая линия по сосулькам. Сообщите о потенциально опасной кровли, а также о некачественной работе управляющих компаний по уборке дворовых территорий. Кировщане могут по специально открытому в единой дежурно-диспетчерской службе телефону горячей линии. Подминистрации сообщают, что с начала сезона коммунальщикам уже вынесено 46 предписаний по уборке снега. Кировстат обнародовал доходы кировских чиновников. Итоги подводили за 9 месяцев этого года. Средняя зарплата госслужащих превысила 42 тысячи рублей. Примерно на этом уровне получают чиновники, работающие в законодательных и исполнительных органах, органах судебной власти и прокуратуре. Водителей предупреждают об ограничении движения 10 декабря. Перекрыт будет центр города. Участок улицы Карла Липнихта от улицы Преображенской до Спасской будет закрыт весь день с 7 утра до 20 вечера. С 18.00 до 19.30 закроют движение для автомобилей по Карла Маркса, Карла Липнихта, Дериндяевой и по улице Московской от Октябрьского проспекта до улицы Володарского. Водителей просят заранее продумывать маршруты. 10 декабря на Театральной площади пройдут гуляния в честь 80-летия области. Праздник начнется в 12 часов. Кроме конкурсов и концертной программы на Театралке Большая торговая ярмарка завершат праздник фейерверком, который запустят в 19 часов. В администрации предупредили, что салют по продолжительности будет 8 минут.